В Мурманске за его более чем вековую историю жили и работали немало замечательных людей. Одна из них – актриса Мурманского драматического театра и мать знаменитого эстрадного певца Муслима Магомаева Айшет Кинжалова. Ее дочь Татьяна Зайцева до сих пор живет в заполярной столице с теплотой, рассказывает о маме, вспоминает, что она была очень темпераментной и энергичной женщиной. Особенно на сцене, которая отдавалась всей душой, многие театры хотели видеть ее в составе своих труп. Это ее призвание, актрисы. Она с удовольствием работала, шла на любой спектакль. Но я вам скажу то, что у нас семьи, у нас дома был театр. Дома у нас были представления, спектакли, мы все время шутили, играли. Она садилась спокойно за рояль, она почти до 80 лет пела «Соловья» а-ля Бьева. О биографии артистки мало, что можно узнать в интернете или прочесть в газетах. Многие издания пишут, что Кинжалова – сценический псевдоним, но на самом деле это ее девичья фамилия. Первым спектаклем, где сыграла Айшет Ахмедовна, была постановка «Свадьба Фигара», а визитной карточкой актрисы стала пьеса «Грушенька». Этот спектакль с ее участием несколько лет неизменно шел при полных залах. В Мурманском театре Айшет Кинжалова служила с 71 по 78 год. Когда пригласили в Мурманск, она уже была в возрасте, она играла такие роли, как «Белое платье матери», уже мамочку играла. Потом это повесть о влюбленных. И она, к сожалению, мало проработала в Мурманском театре, потому что подошла пенсия, мы ей не разрешили работать дальше. Цинический талант Айшет Ахмедовны передался ее детям. Татьяна Зайцева – преподаватель фортепиано, Юрий Магомаев – музыкант. А ее звездному сыну Муслиму Магомаеву подпевали все республики СССР. Мама когда приезжала, они вот садились, мама играла, а он это красился, парики одевал, изображал из себя, кого ему хотелось. Как признается Татьяна, многие считают, что старший брат неохотно общался со своими родственниками. Но в своих мемуарах Муслим Магомаев с теплотой вспоминал душевные встречи и не раз приезжал к маме в Мурманск. Так вышло, что у нее в то время уже был человек, актер, который стал ее мужем. И неизвестно, как бы мы поладили с ним. Но я рад, что теперь у меня есть прекрасная сестра Таня и брат Юрий – музыкант. А я говорю, интересно, почему я просто прекрасная сестра? Я же тоже музыкант. Он говорит, женщина – это женщина, женщина берегать надо. В этом году Айшет Ахмедовне исполнилось бы сто лет. Память об актрисе хранится в многочисленных фотографиях, газетных вырезках и, конечно же, воспоминаниях ее детей. Вопреки заблуждениям в Мурманске она не похоронена. По словам дочери, после смерти маму кремировали. А прах развели на родине в ауле Шинжи. Александра Пескова, Павел Третьяков, ТВ21+. Продолжение следует...